До поступления к нам он был здоровый, дееспособный, молодой, красивый, получил травму, приехал к нам обездвиженный. И мы, медицинские сестры, становились его руками, глазами. Светлана вспоминает, как сразу после окончания колледжа трудилась в нейрохирургии. Было непросто, но именно тогда поняла, работу выбрала по душе. Чуть позже случился карьерный рост, теперь она руководит непростым подразделением, отделом наркотических средств. Настолько тесно с пациентами уже не взаимодействует, но ее помощи не стало меньше. Светлана Николаевна очень четко понимает, что основная задача этого отдела, чтобы пациенты не испытывали боли. Понимаете? Потому что боль, ну мы, наверное, все когда-то испытываем боль в той или иной степени. И вот своевременное обезболивание – это такой важный момент в лечебном процессе. И зачастую он ведет к очень хорошему дальнейшему результату, когда идет качественное обезболивание. И вот эту мысль она доносит всем своим коллегам. Снять Светлану за работой нам было сегодня непросто. Железные двери, решетка, наркотические вещества выдаются строго под записи, строго в определенное время. По звонку из отделений больницы. Поэтому снимать мы смогли лишь из коридора. Нарушать привычный режим работы здесь нельзя никому. На все помещения отдела имеется заключение отдела по контролю за легальным оборотом наркотиков. Это кадры ролика, подготовленного на краевой конкурс, в котором Светлана заняла нынче первое место. Она делилась своим опытом работы и очень надеется, что он кому-нибудь обязательно пригодится. Как отреагировали ваши коллеги на то, что вы стали лучшей? Коллеги разделили со мной радость, потому что они принимали активное участие в написании работы. Помогали, поддерживали. Корректность, этичность, чуткость, чувство долга, понимаете, хорошее понимание своей профессии, себя в этой профессии. Все эти качества и помогли Светлане победить, уверены коллеги. Сегодня Медведева вместе с остальными отмечают профессиональный праздник – День медицинской сестры. Фото десятков женщин. В Краевой клинической полторы тысячи медсестер украшают холл больницы. А уже завтра Светлану ждут в Краевом Минздраве, где будет проходить награждение победителей конкурса. В больнице считают у старшей медсестры столько хороших личных и профессиональных качеств, что эта победа для нее явно не последняя. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком.